Итак, дорогие друзья, сейчас мы сдаем домашнее задание для Артема, он выполнил, мы сейчас разберем, да, участники школы, ребята, которые хотят, тоже делают, работаем в Jupiter Lab. Итак, у Артема было задание, вот улица Витебска, да, описать магазин и доставку продуктов разными способами, морским путем, железнодорожным транспортом, автомобильным, потом было по зданиям. Сейчас мы будем двигаться дальше. Молодец, Артем, уже приятно видеть кот. Теперь, ребята, прежде чем пойти дальше, я бы хотел, чтобы и Артем, и другие ребята кое-что переосмыслили. Вообще у нас будет два видео. Одно видео будем подводить итог, а второе видео дадим домашнее задание. Будем усложнять, да, и идти к тому, что называется действительно программированием. Для начала, для начала, давайте уясним следующие вещи. Например, еще раз повторюсь на правильном изучении языка программирования, потом перейдем к этой картинке. Все начинается с функции. Теперь второй момент. Абстракция. Третий момент. Типы данных. И операции. Все это делается с отрабатыванием. Теперь давайте логически представим, Артем, вы переосмысливайте, как складывается код в голове. Итак, если мы возьмем абсолютно любой язык, где-то будем повторяться, повторение мать учения. И мы посмотрим. Язык всегда начинается с типов данных и пошло дальше, дальше, дальше. Функции аж там где-то ниже, да, а потом классы. Таким способом удобно устраивать справочник. Изучение языка таким способом абсолютно бесполезно. Потому что если вы будете на первичном этапе, допустим, изучать, что такое стринг, по сути дела, у вас не сможет сложиться никакого понимания. Почему? Потому что вы не знаете, что такое итерация, вы не умеете работать с функциями. И в конце концов, просто отрывочное издание. Нечто понимаю, применить не знаю как. Так, почему, когда я показывал о школе, если с нуля, то мы начинаем работать с функцией, да, нескольких языков. Для понимания самой функции ничего не надо, кроме как понимания самой функции. Все. Потому что функция не относится к какому-то конкретному языку. Функция относится в целом к программированию. А реализована по-разному в разных языках. Вот и все. В Python очень широкая реализация, поэтому с Python надо начинать. Теперь понимаем такой момент. Когда мы начинаем изучать функцию, мы должны, Артем, наверное, это слышал, я надеюсь, сейчас услышите еще раз и доведете до автоматизма. Мы должны сосредоточиться на трехстранных вещах. Вещь номер один. Считывание параметров. Вещь номер два. Вызов. Вещь номер три. Исключение. Все эти вещи объединяет одно. Оно должно считываться по взгляду. Для тренировки мы, например, используем проверк БиВе. Раз локейта маги. Например, возьмем Тога. Когда вы выучите, я Артему вообще сказал, что это должно быть его любимым учебником. Код проекта. Именно здесь надо учиться, а не с книг. Берем ядро. Берем, например, продукт Тога. Берем винтов. И смотрим. Параметры. Мы должны четко себе ответить, что это за параметры. Да, сейчас в данном случае это метод. И полностью в этом разбираться. Давайте рассмотрим на практике. У нас есть функция, самая простая. Сейчас она без параметров. Мы знаем, как ее записать. Мы знаем, как ее вызвать. Если мы вписываем параметры. 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 Если мы вписываем параметры, мы по взгляду должны считать, что в данном случае в языке программирования Python Это два позиционных параметра, которые принимают два позиционных аргумента Позиционные параметры являются обязательными Это все мы должны были считать по взгляду Вызов При вызове функции мы уже должны четко понимать, что считав вот эту вещь, нам надо ввести два параметра Если мы не введем два параметра, а введем только один То мы четко должны понимать, что мы получим исключение и должны знать какое Достигает это путем практики простой Получаем исключение, а сутует один позиционный аргумент Когда я показывал Я буду то видео, которое рекомендую, здесь добавлять Когда я показывал, мы начали изучать, допустим, строить продукт Продукт BV И графический интерфейс И здесь Сейчас секунду Наш метод onPress Вот правильно ли вы изучаете программирование Потому что здесь мы уже указываем То оказывается Много лет назад я однажды Вот здесь я указываю, что на самом деле параметры мы начинаем думать Именно думать Поэтому два этих видео Особенно это Я вам копирую Там просто рассказывается схема, с какого момента начинать изучение А вы уже проверьте себя Не торопитесь, Артем, я знаю, что вы это знаете Усваивайте хорошо Если же вы Не будете знать Этих основ Это называется база База это то, что не меняется В любом языке Абсолютно Функция состоит Название То есть Ключевое слово Название Круглые скобки для параметров Тело Функции И Возврат Просто Дальше Тело функции Могут быть в разных Например В JavaScript Это будут фигурные скобки Но принцип один и тот же По сути дела Разобравшись с функцией Вы начинаем Можете писать на любом языке Если же вы с этим не разберетесь И будете вводить такие вот Запросы Да, что это такое Что у меня за исключение Значит Ставьте себе Два с минусом И задавайте вопрос А что я делаю программирование Ну это примерно так Вы идете чинить автомобиль Но ни разу его не видели Это глупо Не делайте этой ошибки Это будет плохо Когда мы Начинаем разбираться с функцией С Вот этими всеми вещами На самом деле Мы ложим в карман очень много Для нас Становится понятным Сначала надо ответить на один вопрос А почему мы начали с функцией Потому что На тех языках По крайней мере Которые мы изучаем В большинстве языков Все программы Состоят из функций Либо в классах Из методов И вот даже Артем Вот теперь я вижу Это начинает понимать То есть Он начинает Работать здесь С параметрами Мы видим И уже придает им Определенный смысл Например Например Мы видим Init Указание Начальных параметров Он берет Комнаты Список Дальше Осознанно Уже делает Индекс Инт То есть Вывести Абсолютно Осознанное При этом Представьте Что будет Когда мы Не понимаем Как работает функция И чем Мы будем Размышлять Да ничем Мы не будем Ребята Размышлять Если берем Класс Обратите внимание Все может быть То же самое Да Либо там что-то другое Но В классе Это называется Метод Здесь присутствует Всего лишь Первый Аргумент Обязательный Сельф Который И отличает функцию От метода Но при этом Исключение И при этом И при этом Работа с параметрами Передачи Аргументов Поясню для совсем Новичков В скобках Это параметры При вызове Передаются параметры Аргументы Можно сказать так Функция Майнфан Принимает Два обязательных Позиционных Аргумента Ну говорят по-разному Программисты Друг друга понимают Более того Сам класс И исключение Классов Работают тоже По тем же законам Которые работают Методы Так как Сознан на основе методов То есть все Взаимосвязано Это первый момент Теперь Как Артем Еще раз повторим Будет собирать Картинку в голове Кто-то изучает Программирование Каким образом Вот таким как я показал Начинает изучать Читать книгу Читает Изучает Цифры Там плюсует Минусует Изучает строки При этом Толком Ничего не понимая И в конце концов Читает Прочитал Нечто вводил Вроде как Что-то понимает Если касается Чего-то написать Не может Если это Будет через День Или завтра к вечеру То скорее всего Уже даже не будет Помнить То есть Если откроет просто Студию Какой-то файл То в принципе И вести Толком Ничего не можем Почему? Потому что Вспомните себя по жизни Когда вы Чего-то новое узнаете Вы пытаетесь понять принцип Программирование Программирование Когда люди Люди приходят Здесь Работает Те же правила Просто Новичок совершенно не понимает А не понимает Чего? А как его вообще учить Это программирование? Я Объяснял уже эту схему Что вы можете изучать год Но быть вот на этом уровне Зря потратить время По сути дела Это тот момент Когда мы просто-напросто Берем и изучаем Нечто там в языке Изучили язык Прошли Пока дошли до функций Забыли про типы данных Проскочили функции Пошли в классы И начинаю там Такую вещь делать Например Работа с классами Ну я первый открылся И начинает Вот можно то Можно то Можно то Потом сам себе задает вопрос Ну и что мне до этого? И сам же отвечает А хрен его знает А когда я буду писать Я не знаю Может это не для меня Чушь, ребята Чушь Программированная для каждого Здесь Если так разобраться Это уровень до пятого класса школы Это уж точно Это не высшая математика Это все проще намного Поэтому Первый идет Изучаем саму работу функций Принцип действия Иными словами Какие параметры Что с ним можно делать Как вызывать Какие исключения Это то, чем мы будем думать Потому что Я видел Такой Бред Хотите научиться Мыслить Как программист Ну вы знаете Не хочется ругаться Хоть иногда ругаюсь Ну Запустить бы надо было Такого человека Мыслит как программист Ребенок шести лет Которому мама Дала список Он составил Взял список Пошел купил продукты Он уже мыслит как программист Потому что Он ориентируется Между полками Использует инструкции Все Иф Элс То есть все использует Умеете список Составить магазин И какую-то Последовательность Уборки квартиры Это уже Программирование Ребят Только В данном случае Вы Вы делаете это Не кодом А общепдокодом То есть называя Вещи Какими-то Вам знакомыми Словами Когда мы изучили Функции Мы Положим в карман В копилочку Себе Одну важную вещь В функцию Можно Всунуть все Что есть В языке программирования Вообще Но здесь Есть один У нас тормоз Вот мы Рассматривали недавно Там колбеки Это не так важно Сейчас Когда мы Работаем С самой функцией Мы Начинаем Понимать Как работает Функция И как работают Вот эти параметры Иными словами Мы работаем Только в пределах Какого-то Куска Кода Таким образом Большинство Людей Тоже упирается В планку И приходит к тому Что писать не могут Почему? Потому что Кусок кода Да, мы изучили функции Мы молодцы Кусок кода Не ведет По строению Какой-то задачи Значит Этому надо Учиться Учиться Каким образом Второе Я всегда говорю Второе Я всегда говорю Разберитесь с абстракцией Вот в группе Потом ребята Начали разбираться Я у них спрашивал Чем отличается Абстрактный класс От интерфейса Это надо очень хорошо Уяснить И уяснить Без всякого кода Просто на уровне Понимания Ребята Молодцы Тут Артем и Андрей Разобрались Разобрались хорошо То есть Когда у нас В кармане Абстракция Открываем И смотрим сюда Мы Наконец-то Можем Заниматься Каким-то Проектированием В данном случае У нас была задача Смотрите Для новичка Человек не так давно Начал программирование А уже Пытается Описать целую улицу Это улица Ленина Витебске Была Серьезная задача Когда я убедился Что Артем Понимает Что такое Интерфейс Что он делает Что делает Абстрактный класс Вот На этом этапе Можно переходить Коду Сначала На уровне На уровне Принт И была задача Описать магазин В который Доставляются Продукты Морским путем Доставляются Железнодорожным транспортом Доставляются Автотранспортом И Описать здание Таким образом Чтобы Каждому Помещению Был доступ Зачем Это уже В зависимости будет От программы От программы Например Где-то надо Мебель завести Где-то ремонт сделать Но вопрос в том Что вот есть дом Там допустим 30 квартир Но при этом Надо выделить Какую-то квартиру И потом С этим уже дело В зависимости от программы Поэтому Просто показываю Я всегда Сейчас учу Да Методы С двумя нижними Подчеркиваниями Магические Осваивать Сразу А ведь Когда он Один раз Прописал это все Вот пусть на этом уровне Он запомнит Ага Метод Метод Он Для того Что можно Выделить объект Но сейчас Поясню Откуда Это взялось Это взялось Из правильного Изучения Языка Потому что Абстракцией мы Занимаемся Да Для чего Когда Я Встречал В школе Говорих Человеку Ну напиши Чего-нибудь Как правило Человек использует Конкретный класс И все на этом А потом Начинает понимать Что Вот он описывает Дом А если потом Описать другой дом То надо описать новый класс Так так это Это Невозможно Будет Да То здесь стояла Задача Когда человек Разобрался Абстракция Разделил Я говорю Всегда При изучении абстракции Я выделяю Несколько моментов Для начинающих Да Как это правильно сделать Чтобы было Я говорю Всегда так Первое Разберите Что такое сельф Ну это мы сделали В школе Это мы сделали В школе В разделе Разработка Как раз и отработали Систему работы С кодом Которая нам надо И сельф У нас получилось Аж 8 часов Да Вот это сельф Потому что зачастую Спрашиваешь Ну что такое сельф Ну и читаешь Разную чушь Какую только не прочитаешь Ну в общем Напишут Разную херотень Кроме того что нужно А по сути дела В системе работы с кодом Я показал Что Это применение То есть Сельф используется В методах Классах Да Определяет Отделяет именно Метод от функции И Класс Пространство имен То есть Сельф во всей этой системе Вот это называется Разобрались Сельф нам Необходимо Почему Потому что Мы когда Глубоко не понимаем То мы Не понимаем Где потом его ставить Где не ставить В общем Совершенно Бильберда Получается Второй момент Который Я всегда говорю И здесь Обратил на это внимание Это Метод Так вот Метод Здесь тоже кроется очень большая ошибка Когда человек Когда человек начинает изучать Объектно-ориентированное Программирование То в принципе Везде начинается Все Примерно одинаково Какое ни возьми Все показывают Наследование В конце концов Опять Человеку ничего не может Научиться А когда он изучил Вроде бы все основные Как тут Концепции Да Вдруг Он обнаруживает Что начинает Путаться Некие Иниты Под ногами И Им уж не до него Он Занимается Чем Объектно-ориентированным Программированием Он Наследование Да Еб же ж твою мать Это наследование Одну минуту надо прочитать И все Поэтому Средотачиваемся На методах На природе метода Чтоб потом не путались А все остальное Вот эти принципы Наследование Полиморфизм Да прочитал И расставил Все И знакомо Больше там не надо 10 минут максимально И всегда говорю Супер Сейчас не буду Пояснять Нет времени Но используется Везде Все остальное Потом встраивается По ходу Добавляется И вот здесь Если вы посмотрите А мы будем Рассматривать сейчас Код Что это дает Артем Изучал Функции Все Работал с функциями Все нормально По крайней мере Я вижу Что он Прошел Систему работы с кодом И с эльф Вижу по коду Это уже Потом мы с ним Начали Работать Над абстракцией В чем заключается Моя задача Моя задача Заключает Чтобы он Понял Неважно Как он Выстроит Плохо Хорошо Но чтобы он Начал использовать Три вида конструкций Интерфейсы Абстрактные классы Конкретные классы И Делать нечто Осмысленное Потому что Потом С развитием Во-первых У него будет понимание Зачем это А во-вторых Ему уже будут Доступны Шаблоны Он будет где-то Что-то выхватывать Уже Будет Выстраивать Согласно своей Задаче Ему все будет в помощь Почему? Потому что Общая задача Понятна И если вы возьмете Третье То типы операции Типы данных И операции Аж вот здесь Смотрите И вот в школе Абсолютно так Путеводитель Устроен таким образом Что мы можем Вернуться в один Раздел Потом перейти в другой Но Аж на двадцатом шаге Мы потом Переходим Куда? Переходим В строки Типы данных Ну во-первых Пока мы тренировались С функциями И писали строку Да это Две Двойных Ведерновных Кавычки То Это понималось Все равно Каждым человеком Как-то Кто-то там словами Но в любом случае По-разному Да Но это можно было понять Цифры тоже понять Можно Человек в школе учился Но У нас возникла Естественная надобность Как Чего? Изучение типов данных Но когда мы Прошли функции Когда мы Освоили Сейф Классы Да То в принципе Мы теперь готовы Перейти К чему? К типам данных На Хорошем Высоком Уровне Но Опять же Здесь Большинство людей Упирается Во что? Да не во что Начинает Изучать Типы данных Каким-то Разделенным Образом Изучая Сначала Допустим Цифры Потом Изучая строки Потом Списки Кортежи И при этом У него каша в голове И вообще Он не понимает Сейчас я продолжу Здесь А теперь давайте Посмотрим на код Артема Артем изучил Функции Потом изучил Абстракцию Я ему сказал Теперь на уровне Принт Реализовать надо Здание Да Мы сейчас Весь код проверим Дальше Получить доступ Каждой комнате Любого абсолютно Здания Какое бы оно не было Это могло Быть любым Зданием Но при этом Мы должны иметь Доступ Именно программно Потом Допустим Заменить Мебель Сделать ремонт И так далее И так далее И это можно было использовать Вообще для любой Вообще улицы И для любого города И второй момент был Ставдить магазин Разными видами Продуктов По морскому пути По Автомобильному Железнодорожного транспорта Ну я смотрю Он справился Молодец Во втором видео Продолжим Когда домашнее задание Будем уже усложнять Поэтому у нас Появится Артем Много новых вещей На которые вам придется Подумать Но я дам больше И подсказок уже Так если вы посмотрите На самом деле На этот код А теперь складывайте в голове Давайте я сначала А нет Давайте именно так сделаем Вот смотрите С одной стороны Вот это сейчас Будет идти Важная информация С одной стороны Артем проходил Функции Да Изучает Проходит То есть он понимает Как они пишутся Дальше мы видим Что Артем Переключился на методы Это те же функции И тоже пишутся Разобрался С параметрами То есть Сами функции И параметры У него появляются ключи Чем думать Он уже планировать Начинает Да С другой стороны Это первое Да То есть получается Программирование изучения Оно должно быть Не совсем линейным А именно таким Вот как я говорю То что дает результат Судя по ребятам Которые начали писать Свои проекты На работу устроились И так далее С другой стороны Когда Я увидел Что Несколько человек Выполнило Домашнее задание Ведь домашнее задание Находил еще до уроков Я специально Задал домашнее задание Понимал Новичку Многие пропускали Но Нашлись люди Которые сделали Это здорово Потому что Те кто пропустил Сейчас могут Подойти к этому Это очень важно С другой стороны Артем Начал изучать Проектирование Да Он еще Не знает О наследовании Толком Ничего Да Он не знает Абстракция Агрегация Сейчас это не нужно Сейчас надо Одна простая вещь Я хочу описать Улицу Вот иду я по улице Как я ее пишу Где интерфейс Делаю Где абстрактный класс Где конкретный класс Как это скомпоную Чтобы это было минимум кода Это надо в голове Чтобы был проект Для того чтобы это получилось Надо четко понимать разницу между абстрактными классами и интерфейсами Просто на уровне обычной логики Без всякого программирования Иначе в том будем программировать Поэтому Когда Артем разобрался В чем Разобрался Что такое интерфейс И разобрался Что такое абстрактный класс И отличия В конце концов Он начинает уже себе Практически отвечать на вопросы Следующие То есть Что это Как выглядит Что делают Для чего применяют Как реализуют С чем работает Когда используется То есть Он практически Да он написал Что все очень сложно Им удалось Но было интересно И он начинает Описывать код Пусть на уровне На уровне print Но здесь Уже появляется Структура кода Сейчас мы Чуть дальше Посмотрим Код А теперь Логически Давайте Завершать Теперь Получается Следующее Если Артем Изучал Функции Ну судя по методам Он их пишет Значит Ему Есть С чем Выражать Конкретные Действия С другой стороны Он начал Разбираться В абстракции Без которой Программирование В ВВП Нечего делать Да Но разбираться на том уровне Что решать уже конкретную задачу Пока Задачу решать На уровне print Но при этом Эта задача Имеет Логические Логические вещи То есть Все здесь уже происходит По-настоящему Что нам остается сделать У нас Появляются Определенные Методы Определенные Методы Пока Только я вижу Init GetItem Ну вот Уже Наконец-то Начинает Появляться Определенные Методы Которые делают Снабжение Да Что здесь отсутствует Сейчас Здесь отсутствует Сама реализация То есть Давайте считать еще раз У нас есть Понимание Каким образом Выражать Код при помощи Функций Изучив Функции Они также работают В классах Методы Сами классы Работают Исключения все По принципам функций Есть Дальше мы Занялись Проектированием Отлично Мы уже проектируем Нам осталось Что ли сделать Нам осталось Прописать Сам расчет Логику Привезли 20 коробок Выгрузили 15 Ну 5 Были не те Ну допустим И вот это Уже делается При помощи Чего Абсолютно верно Это делается Уже при помощи Типов данных Это Я всегда Привожу Такой пример Ведь каждый Из нас Ходит в магазин В большинстве Своем люди Составляют список На бумажку записали Купить хлеб Молоко Масло Сыр Яйца И так далее Но У компьютера У языка программирования Да Не у компьютера У языка программирования Для этих целей Есть типы данных И если мы находимся дома И просто взяли Лист бумаги Взяли ручку Записали Получается Наш Лист Белый Да Это Наш тип данных И есть в жизни Да Лист Тип данных Дальше Я программист Беру ручку Да Ручка Это мышь Пишем Ну это тоже самое Пишем буквы Вводим с клавиатуры И дальше Что я могу сделать С этим бумажным списком Я могу Дописать Могу? Могу Я могу передумать Что купить колбасу А вместо колбасы Купить мясо Да допустим Значит я могу колбасу Вчеркнуть Мясо добавить Логично? Логично Значит А в языке программирования Есть определенный тип данных Где-то массив Где-то список Вот в Python допустим Есть список Он так и называется Список Только в языке программирования Определенный тип данных Обозначается каким-то определенным образом Например Список в языке программирования Python Обозначается двумя Квадратными скобками И язык программирования Понимает Что перед ним Тип данных Список При этом Это тот же аналог Например Может быть Того же бумажного списка То есть Я Пишу Вписываю в список Другой тип данных Который называется Тип данных строка Который может Перечислять Любые символы Я пишу Колбаса Масло И так далее Да Получается абсолютно та же вещь Как и с бумажным списком Вот теперь это для языка программирования То есть для Компьютера Получается Информационное И в любых языках В любых языках Типы данных имеют Еще и свои методы Например Если в жизни С бумажного списка Мы можем вычеркнуть Ручкой То понятно Здесь Обязательно будет метод Удалиться от списка И так далее И так далее То есть поняли Так вот Артему осталось Разобраться до конца С типами данных Чтобы делать конкретную Операцию Иными словами Допустим Список 10 Ящиков рыбы В магазин заставили Или там 20 Лотков Хлеба И по сути дела Он понимает Как работает функция Ему осталось только Изучить типы данных И опираться на типы данных Смотрите Как просто Подошли с трех сторон И язык становится на место Все остальное Что есть в языке Оно просто Уже дополняет И оно понятно Почему? Потому что Все что бы ни делалось Все ведет к расширению Методов К расширению Классов И так далее И так далее И является логическим Продолжением Например импортировали То есть разобрались А мне понятно С другого файла Другую функцию Мы знаем Такую функцию Разобрались Самыми импорт И пишем дальше Или например Как здесь мы разбирались В уроке Да Вот мы знаем Что такое Вообще Функции Как работают Но разобрались Дополнительно С callback То есть Что это такое Функция обратного вызова Это была уже Дополнительная информация Которая Как работает функция Мы знали У нас не вызывало Никаких Затруднений А мы только разобрались Дополнительные возможности Что такое Ответили Функции обратного вызова Все и нам понятно Почему потому что Допустим Если мы будем писать Какие-то графические интерфейсы Да и вообще Там тоже Киви Или любые Мобильные интерфейсы Там будет везде Работать функция Обратного вызова То есть у нас идет Как дополнение Потому что основу Мы знаем А теперь представьте Если человек Проскочил функции Толго представляет Какие-то там параметры И начинает Что-то писать А что он будет писать Я не знаю Вы тоже вряд ли Будете знать И Хочется здесь Закончить Потому что На самом деле Когда мы Смотрим На те же Типы данных То С одной стороны Начиная изучать По раздельности Списки Словари Кортежи Мы Ничему не учимся Почему Потому что Всегда человек Старается каким-то образом Понять общий смысл А как он может понять Общий смысл Он дойдет конечно Через года полтора Когда он время потеряет Есть же путь попроще Как я показал В школе Откройте Глоссарий Но ведь открытие Это Новичок Никогда не додумается Скорее всего Это должен показать Опытный преподаватель Если открыть строки Промотать документацию Да То обязательно На что нарвешься А вот То есть Строки Это Последовательность И Доступны все операции Которые доступны В последовательности Берем глоссарий Открываем глоссарий Находим последовательность И Вот Вам Пожалуйста Все объединение Новичок это тоже Пропустит Почему? Написали черт знает чего Да не черт знает чего Написали весь смысл Работы Словарей Строк Кортежей И байт На самом деле Здесь в школе Когда Вы переходите Строки К которым мы Вернулись По путеводителю К двадцатому шагу Мы Не строки Начинаем изучать А Изучать Что такое Вообще Последовательность То есть Из чего Ноги растут Что нам это дает Нам это дает Понимание Что Список Строка Кортеж Работает по одному И тому же принципу Просто они имеют Разное количество методов Например Кортеж Как защищенные данные Нельзя изменить Изне То просто будет Меньше методов В списке Больше Наконец-то доходим Что строка Это Последовательность Элементов И можно делать Три операции Со всеми этими данными Это итерации А еще в начале Я давал Когда мы изучали функции Да Говорил Разберите Что такое итерация Итератор Объект Это не относится к языку Это относится ко всем языкам Это просто надо понимать Но тут мы все равно разобрали Это я к тому Что если что-то пропускаем Рекомендации Если дается рекомендация в школе Значит надо с этим разобраться сейчас И мы начинаем понимать То есть итерация Когда Есть элементы Которые можно посчитать Из этого вытекает Из этого вытекает Две следующих вещи Иными словами Есть 20 Записей Мы можем Две записи Вывести Нам Последние Которые нам надо Показать пользователю Или Отгрузили 20 У нас Привезли Ящики Количество Да Мы Вбивали Вбивали Потом Берем и считаем Сколько у нас ящиков Совпадает ли с накладной У нас получается Введено 30 ящиков Итерация Пересчет Да показывает Действительно У нас записано 30 ящиков Мы пишем Что Два ящика Отдаются В зал В магазин А остальные На складе То есть Мы реально Используем итерацию И дальше Выплывают еще Два момента GetItem На что Новичок Не обратить внимание Методы С двумя Нижними подчерками Изучается сразу А не потом Потому что Как правило Человек изучает Изучил там Программирование А потом А есть же еще методы С двумя Нижними подчеркиваниями Их еще называют Магическими Здесь как раз Я специально Показал пример И дал задание Применить Метод GetItem И когда Артем применил У него навсегда Отложится в голове Что у меня Есть дом Там 30 квартир Я могу Программ Программ Расписать Так Что у меня Я могу Всегда Выделить какую-то Одну квартиру А там уже Что мне надо сделать Поменять мебель Сделать ремонт Сам смысл Выделить Я это могу Применить к стоянке автомобилей У него это Отложится И Сколько бы он Не занимался Программированием Когда возник Вопрос Выделить один элемент Из многих Он вспомнит Так я же просто это сделаю В несколько строк При помощи GetItem В классе Чем писать какие-то Кадилябры Откуда это Взялось Вот я взял откуда Ну логически Ребят Подумайте Но если Есть метод GetItem Который Извлекает по срезу Иными У вас есть 10 коробок И Если мы их можем При помощи Лен Мы их можем посчитать Их 10 Значит наверное Мы можем Выделить вторую и третью Так вот это и делает GetItem Если он это делает Для типа данных Списка Строки и кортежа Как вы думаете Можем мы его себе На службу поставить? Ну конечно можем Нам просто надо разобраться Как это делать Дальше Страшное с этим методами сделали Название страшнейшее Метод Методы Перезагрузки операторов На самом деле Все очень просто Эти методы С двумя нижними подчерками Не требуют Никакого объявления Вот его записали Название Ключевое слое Ввели GetItem То есть Он начинает работать Его не надо Как-то прописывать Потому что он все знает Он знает Что Этот метод Может Выделить несколько элементов Выделить элемент Из множества Да И нам просто надо Это сделать По сути дела Что надо знать Нам надо знать Что делает метод И каким образом это сделать Все Это сделано И это запоминается Раз на всю жизнь Потому что После того как проделали И третья вещь Посчитать Само собой Если у нас есть 10 ящиков Мы проводили итерацию Да То есть считали Пересчитывали по одному Значит каким-то образом мы считали Да Есть другой метод Лен Который Это дело Воплощает жизнь То есть считает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ящиков Иначе как же выделить И теперь когда мы Вот это начинаем понимать У нас становится Совсем Все по-другому Теперь Действительно Но Согласитесь Смотрите Для того чтобы По-настоящему Понять типы данных Нам пришлось Пройти Влезть в классы Нам пришлось Пройти методы Но теперь Мы действительно Готовы понять На высоком уровне Типы данных Абсолютно любого языка По сути дела Теперь Когда мы Начинаем Проделывать Примеры Типы данных Да Да У нас это Ожидаемо Ожидаемо То есть если мы Проделаем Какие-то операции Да Что-то выводим Да То мы это знаем Если мы начинаем Что-то извлекать По срезам То мы знаем А оно же извлекает По срезам Это делает Метод get item Мы уже знаем То это делает Какые-то списки В кортеже И теперь Как раз таки Нам начинает Наконец Доходить Чтение справки Почему? Когда новичок Начинает изучать Как я показывал Язык Да Вот именно Таким способом Что он Изучает Строки Но ни к чему Не привязывает А для нас Уже Когда у нас В голове Работа функций Раз У нас Мы уже Умеем Строить Каркасы В ООП Нам становится Понятно Хорошо бы изучить Типы данных Потому что Нам нужны уже Делать Какие-то операции Что мы доставили Все это делается При помощи типов данных То есть Естественно Наши знания Встраиваются И они нам нужны И понятны зачем Просто Согласитесь Я же ничего сложного Не сказал Но в этом случае Получается Что человек Вот здесь сразу Находится Могу писать что угодно Просто начинает Подтягивать Свои знания На этот уровень Получается Что вот через год Он будет вот там Да А не здесь На одном уровне Разницу чувствуете Давайте попробуем Найти И начинаем Вот как в школе Я учу работать Своих ребят Работать Документацией Сейчас нам не надо Исходный код Нам надо документация Того же тога Мы берем Например Что такое Того Кто не знает Это проект Рассел Кейта Маги Кто такой Рассел Кейт Маги Это программист Которого я все время учусь Мне нравится Вот как он пишет код И вы в него учитесь Это Человек Который Компетентен В любой части джанга То есть Реализации Да Это очень сложная вещь Так вот Настолько высокий Профессионализм Мы пишем Дископное приложение Есть на ютюбе Эти уроки Биве Найдете На моем канале Сейчас Доставлю Первично Да Чтоб Въехать Попроще Было То есть Мы пишем Графический интерфейс После этого Нашу программу Мы перегоняем В мобильные И веб страницу Круто Круто Все Ладно То есть Поняли Да На самом деле Изучение языка Дело довольно Просто надо правильно Подойти Теперь Подойдем К Домашнему заданию Артема Как он его Выполнил Мне нравится Что он применил Свой подход Итак Первый класс Читаем Да Он импортировал Абстрактный Базовый класс И сделал интерфейс Единственное Здесь Надо некоторые исправления Артем сразу Первое Вот так Программа не потерпит То есть Как метод Что здесь пишется Ничего не делать ПАС Это интерфейс Вторая рекомендация Вы уже смотрите Как будете Сами делать Правильно Было бы Я бы вам рекомендовал Вот здесь я поставлю Если вы пишете Интерфейс То Пишите так Чтоб вам было сразу Понятно Или человек Который откроет Бумагу То есть не бумагу Ваш код Потому что я увидел Нереализованные методы Я понял Что это у вас интерфейс Но с другой стороны Было бы Правильно Сделать Белдинг интерфейс То есть Явно Да Потом Сразу Хочу Сказать Ребятам Потому что Столько чушь По интерфейсам написано В интернет Так Там пишут И Почему Нет явного Определения Интерфейса В Python Ну нет ключевого слова Да Его просто не требуется Потому что У Python Утиная Утиная Типизация Иными словами Если Это Выглядит Как утка Крякает Как утка Плавает Как утка Летает Как утка То это Скорее всего Утка Здесь Просто реализован Абстрактный Базовый класс И абстрактный Базовый метод А уже как Будет применять Программист Абстрактный класс Или интерфейс Это уже его дело Это же только интерфейс Это реализация В языках Со статической Типизацией Больше всего Больше всего используется Ключевое слово Потому что оно там Необходимо Вот здесь момент Да Я не буду сейчас В этом видео объяснять Это работа школы Приходите Разбирайтесь в группе Здесь надо разбираться Да Итак Он создал интерфейс Дальше Смотрим Вот молодец Что подсёк Что начинает Описывать Да Типы данных Мы видим здесь Дальше я видел Мы видим Ну сейчас посмотрим Следующее Он описывает Дом То есть Наследование От интерфейса Здесь Он применяет Начальные Параметры И понятно Так как это интерфейс То ему надо Реализовать Два метода В данном случае Это комнаты Давайте Проверять Код Щёлкаем Интерфейс И щёлкаем Дом Дом Значит Здесь Он реализует Метод Get item То есть Выделяет Конкретную квартиру И здесь Ведёт Подсчёт Квартир В доме Две Эти вещи Надо И выучил Раз Два Три метода Уже Это хорошо Научился Применять Поэтому Мы Это дело Проверяем И Получаем Результат Доме Квартир Три Доме Квартир Три Сейчас Посмотрим Что Дальше Ага Он Разделил Дальше Вот смотрите Молодец Сейчас посмотрим Он там идёт Один интерфейс Он теперь То что я И спрашивал Сделайте здание Таким образом Чтобы я мог Применить это К любому зданию Да Он выполняет Эту задачу Он применяет Это уже К школе Раньше был дом Теперь школа Да Но тоже Интерфейс Требует От школы Определения Двух методов Дальше Он задаёт Начальные параметры Дальше Мы проверяем Создание Класса И вот Он выделяет Учеников Распределяет кабинеты И всё выводит Здесь Он использует Всё правильно Словари Ученик один То есть Как хочет Он показывает Что можно По-разному По сути дела Новичкам Не обязательно Сейчас понимать Код Разберёте Что такое интерфейс Если сами Либо В школе И разница Между Обстранственными Классами Начнёте Делать код И всё это придёт Почему? Потому что на самом деле Вот он начинает Применять Метод Аппенд То есть Это уже Методы Списков А то О чём мы говорили Когда уже Действительно Мы Начинаем Понимать Что нам Нужны теперь Эти списки И так далее И так далее Ну теперь Теперь Я был Отлёкся Я бы хотел Чтоб мы Вернулись Назад Немножко Взяли Баттон Извините За перерыв И здесь Всегда Мы начинаем Считывать Определённые Моменты То есть Нам Вполне Понятно Здесь Везде Пишется То есть Строка Да Какие Значения Дальше Сейчас Я покажу Ещё Что более Такой Тейбл Угу Или Текст Инпут Сейчас Хочу Вы поймёте Что я хочу Ага Вот То есть Прямо Примеры Например Работа со списком Да И поехали И я уже Если я Понимаю Что такое Последовательность То я уже чётко Чётко знаю Что если я вижу Перед собой Список То я могу уже По минимуму Делать три вещи Первая вещь Это Итерации А итерации Мне дадут много Пересчитать И Выделить Всё что хочешь Да Излечь По срезам И Посчитать То есть Узнать длину Иными словами Дальше я применяю Метод Добавляю Удаляю То есть Уже по документации Мне не надо Дополнительных Подсказывать Я так вижу тип данных список Я уже понимаю Что делать То есть Мне достаточно прочитать Это строка Да Я понимаю Что с ней делать Почему Потому что я понимаю Что такое строка Вот здесь я вижу Списк либо кортеж То есть Дата И я чётко понимаю Что С этим я могу делать Так как я понимаю Что делать со списками С кортежем Понимаете Вот так именно надо учиться Читать документацию А не считать Там будет что написано Что вот придумался Я хочу там написать Программу И мне надо там Сделать так Чтобы выводились Как обычно Новички Допустим объясняют Как чтобы выводились Там 10 первых комментариев Да И вот этот разрыв При неправильном изучении Он образуется Потому что человек Понимает что хочет сделать А как это сделать Он не понимает А на самом деле Если он немножко поизучает То Он будет чётко понимать Ага мне надо список Я могу добавить Удалить что хочу И так далее Ну Даже если не совсем Понятно Общая информация Будет понятна Распределение класса С учащимися Всё это мы посмотрели Да по моему Вторая часть задачи Была Это Доставка Продуктов в магазин Морским путём Железнодорожным Автомобильным Я вижу Я вижу Что я вижу Что я вижу Во первых Я вижу Опять Здание Да Он объединяет Сельфи Румс То есть Что Сейчас я Доскажу Я хочу посмотреть Что он дальше сделал Марки Да Это магазин То есть С одного интерфейса Он объединил Здание Школу И Магазин Вот Отлично И Никакой Путаницы Смотрите Малым количеством Кода Он объединил Все И Дальше Пишет Магазин Витинские Продукты Входит Анатолий Торговые ряды Лера Каса Аня Расписывает Да Дальше Работники Он добавляет Пока И Входим Да Торговые Лера Каса Лера Каса Рик Склад Морти В общем Он извлекает Он извлекает Смотрите В первом варианте Он извлекал Молодец Молодец В первом комнате В втором Учеников В третьем варианте Он может получить Доступ к кассе К торговым рядам Иными словами Я понимаю Что человек Разобрался В этом методе GetItem То есть он его применяет По разному Значит он уже по жизни Ему будет служить В программировании Вторая часть кода Снабжение Стоит снабжение Магазина Снабжение Магазина По Железнодорожному Пути По Автомобильному И По Морскому Он делает Общий интерфейс Но здесь уже Стоп Здесь он молодец С одной стороны Давайте Нет Давайте Смотреть Здесь он делает Не интерфейс Здесь он делает Абстрактных Класс А это я дописал Я дописал Я дописал Но здесь Получается Уже Все-таки Это будет Абстрактный Класс Абстракт 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 Переменная Которая Будет Наследоваться У всех классов И она вполне Реализована Посему Под интерфейс Понимание интерфейса Это уже не подходит Это уже подходит Под понимание Абстрактного класса Которая Требует Обязательную Реализацию Одного метода Дальше Он Наследует От 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 Сеплай И Просто по-разному Описывает Классы С доставкой Описывает Метод Это отрабатывает Правильно Первым Доставка Кораблем Втором Доставка Поездом И в третьем Доставка Автомобилем Доставка Автомобилем А вот тут же И в дорожном Здесь я вижу Нужна моя помощь В этом моменте Вот в этом моменте Абстрактный класс Вы добавили переменную Артем Теперь Скорее всего Вы это назвали Интерфейсом Но теперь Все зависит от Реализации Я хочу, чтобы В этом вопросе Вы тонко разобрались Вы Показали, что Интерфейс Это Абстрактный Класс, который Имеет Нереализованные Методы Для того, чтобы Объединить Другие классы В какой-то один Кластер С другой стороны Вы Внесли Переменную Компани Я согласен Вы Ее Можете Применять Можете Не Применять Но Но Это Зависит От Реализации Давайте Я покажу Код Я Я У вас Жмем Откроем Джанго У нас Есть Класс Модель Это Сохранение В базе Данных Джанго Есть В мета Там Обозначается Абстрактный Класс Включен Истинно Дальше В чем смысл Абстрактных Классов Вот Их Реализовывают По-разному Вот я Пример Как реализован Джанго Мы хотим В данном случае Реализовать Несколько Вещей Текстовой Загрузка Файлов Загрузка Фотографий Загрузка Видео Но при этом Чтобы не плодить много кода Мы пишем Абстрактный Класс Абстрактный Класс В чем его суть В абстрактный Класс Мы включаем Определенные В данном случае Поля Которые будут Наследоваться И допустим При Создании Текстового Поля Мы указываем Только Контент И как загружать То есть Как отображать Сейчас При помощи SK Эдитер Как загружать Файлы В другом случае А вот эти Все 4 поля Они будут Автоматически Здесь и так Отображаться В наследуемых Классах Поняли Да Смысл То есть Абстрактный Класс Что из себя представляет Наследуемые От него Классы Включают Точно Включают Уже Реализацию Реализованные Методы Которые В Наследуемых Классах Будут Именно В том В виде Которым Они Есть Поэтому Уловили Этот смысл Если В интерфейсе Мы Берем Просто Какую-то Доставку Процесс доставки Потом реализуем Как хотим Что нам дает Возможность объединить В один кластер И при этом Реализовать В пределах Одного класса Это значит В пределах Одного магазина Соотнести с магазином Доставку По морскому И так далее Путя Но вот этот момент У вас здесь Просто Вы его внесли Пока Имея мало опыта Но с другой стороны Я вам показал Что есть другая сторона И у меня стоит вопрос Это у вас Интерфейс Или абстрактный класс Или абстрактный класс И вы знаете Спорить здесь бесполезно Все зависит от Программиста Но все-таки Я предлагаю Опереться на Разработчиков Джанга И сделать Четкое разделение На абстрактные классы Интерфейсы Это сейчас простой пример Но если потом Вы будете вносить Пример Допустим Этот метод Будет требовать Он ничего не будет делать Но какой-то метод Будет требовать Реализации Да Уже реализован будет Да То это уже будет Точно абстрактный класс А вот переменная В зависимости от того Что она будет потом делать Поэтому Здесь вам надо Поставить точку И четко понимать Что Смысл Абстрактного класса Мы в нем Прописываем Базовое Что должно быть Реализовано Иными словами Иными словами Иными словами В наследуемом классе Мы не можем Выкинуть уже эти таблицы Да Пользователь Заголовок Создание Обновление Да То есть они здесь будут По умолчанию И в этом смысл Абстрактного класса Мы меняем Какой-то Один, два, три, пять Элементов Которые являются Дополнительными Чтобы не плодить Опять же Это дает нам Что делать Возможность Мы работаем с одним Приложением Раз Второе Нам четко понятно Что Является Базовой Основой Да И при этом Мы можем Все что хочешь Добавить Но при этом Направление Что это Таблица И что будут Поля Заполнены Которые указаны В втором классе Оно сохраняется жестко В этом и разница Между интерфейсом Поэтому Задание Наверное мы дадим Сейчас сразу Вот вам домашнее задание Еще одно Вот вы видите Все эти здания Я хочу Чтобы вы Продолжали работать Именно в рамках Своего кода Потому что Мы его будем Улучшать А дальше Будем реализовывать Да полностью Посмотрите на эти здания Эти здания Имеют Что-то общее Например Эти здания Имеют 4 стены Ах Кто-то больше стен Да Но имеют стены Эти здания Имеют крышу Эти здания Имеют окна Запишите пожалуйста Стены Крыша Окна Пока Хватит Для первой тренировки А И есть четвертое Здания Сделаны Из разных Материалов Что-то из блоков Что-то из кирпича Где-то из дерева Иными словами Четыре параметра Стены Окна Крыша И еще Сделаны Сейчас я прошу Чтобы вы полностью Разобрались В абстрактном классе Вам необходимо Создать абстрактный класс И сделать таким образом Код такой То есть Я вам в принципе Подсказку дал Но Организовать Методы Стены И Стены И то что я перечислил Чтоб они были Жестки Иными словами Мы с вами Собрались Проводить Ремонт зданий Не строить Они уже построены Ремонт И понятно Что При ремонте Допустим Кирпичного здания Надо один подход Блочного здания Другой подход Деревянного Третий подход Поэтому Я вас прошу Создать конкретно Абстрактный класс Где будет Жестко Заявлены Основные моменты Стены Ну то что я Перечислил И уже Реализовать Ремонт Реализовать Дописать Код Другие классы Получается У нас Школы Маркета И то что вам писали Дописать Ремонт Это первая часть Задания Я вам помогу Если раньше Я это запрещал Сейчас вижу что вы Будете понимать Паттерны Наберите Паттерны Питон Проектирование Паттерны Вы найдете такой сайт Здесь Молодец Человек Сделал Расписал все существующие Паттерны В принципе Вас сейчас будет Интересовать Порождающий Вы частично Применяли Фабричный метод Абстрактную Фабрику Я вам рекомендую Не копировать А думать Потому что Вторая часть задания Вы обязательно Найдете это В паттернах Я прошу вас Реализовать У нас не хватает Чего? У нас не хватает Клиентского кода То есть Сейчас Вот так В Юпитере Мы можем В принципе Всем управлять Но нам надо Клиентский код Подумайте А что Должно быть Клиентском коде То есть Я хочу управлять Этими классами С одного места Тем более Вы сейчас добавите Абстрактный класс Да И у нас Должна быть Какая-то часть кода Которая будет Отвечать только За управление Да С одной Программы С одного класса Потом с какой-то кнопки Которой можно будет Привязать Но Нам надо Вам Выполнить Две вещи Первая Вещь То что я сказал Опишите Программу Для ремонта зданий Чтоб это был Один класс И Допишите Клиентский код Подумайте Я вам не зря дал Вот эти паттерны Да Посмотрите Вот как здесь Реализовано Ну вам надо Реализовать Какой-то Клиентский класс Который будет Включать в себя Все То есть мы можем Управлять всем этим Потому что у меня Допустим Пока стоит вопрос Да Для меня лично Вот здесь Скорее всего Вы считаете Что это интерфейс Я так не считаю И я не могу Сейчас сказать Что это не интерфейс Все зависит От конкретной Реализации Данным В случае Это строка В принципе она нам Не мешает Но Ведь она жестко Вбивается в каждый класс Значит она уже Там реализована Иными словами Она хочет Не хочет реализована Да Значит Она там Жестко вбита Интерфейс Или абстрактный класс Сейчас Но Ведь Потом Это переменная Может Принять Значение Таблицы Тогда Это будет Конкретная Запись И допустим Если мы делаем Таблицу Доставка Кораблем А там у нас будет Ну что-нибудь Там непонятно что Да Который не вяжется Вообще С морским То уже как-то Не туда и не сюда Получается Это не интерфейс Получается Это ломанный И ломанный интерфейс И не абстрактный класс Здесь бы я вам Рекомендовал Немножко Разделить эти понятия До конца Для этого Я вам и даю задание Написать абстрактный класс И Это вторая часть задания Третья часть задания Скачайте Программу УМЛ То есть язык Разметки Когда вы Напишите еще два класса Скорее всего Вам будет Интересно Ваш код Что сделать Нарисовать Нам будет понятно Тогда мы сможем Совсем по-другому Думать над этим На Линукс Эта программа Устанавливается Простым Простой командой Там по-моему Есть реализация Windows По-моему Он уже установлен То есть Самой простой командой У вас Откроется редактор Редактором Пользоваться Очень Бесхитростно Типа как В фотошопе Выделение Значит можем Таскать Что хочешь Когда мы Выбираем Какой-то блок Допустим Интерфейс В данном случае Мы его Рисуем Кроме этого У нас доступно Дальше мы опять Выбрали Выделение Нас доступно Щелкнуть И прописать Даже Пути Мы можем Даже пропускать Видимость Но нам Это больше Java Нам не надо Дальше Операции Создать Операцию Мы здесь Можем Описать Методы Уже сразу Вот видите Мы создали Ну ничего сложного Короче И дальше связи Связи очень просто Вы просто Делаете И щелкнули Все Значит В чем будет заключаться Ваша задача Информации Куча в интернет Сейчас Для вас Стоит Интерфейс Абстрактный класс И Конкретный класс Для вас Надо Разобраться И нарисовать Связи То есть разобраться Что означает Стрелочка С пунктиром Что означает Просто линия Что означает Стрелочка То есть Это все легко Найти в интернет Вы найдете Я думаю И нарисуйте вашу таблицу И ваши Конкретные методы Которые здесь Реализованы Вы их пожалуйста Здесь пропишите На картине Должно быть Понятно В чем плюс Когда вы Нарисуете Свою программу Тут уже будет И клиентская часть И Вы Наконец-то Будете Смотреть на нее Как бы Масштабно И у вас начнут Приходить идеи Вот Тут вам В помощь даю Для правильного Изучения Паттерн Не надо сейчас Толхать все Паттерны Которые Прочитаете Да Вот делайте только то Что мы говорили И по сути дела Нам останется Потом Реализация Надо что-то делать С этой программой Чтобы принимать Все эти продукты Но это уже потом Пока задание Из трех частей Оно Получается объемное По сути дела Вы должны Поставить в голове Точку над абстрактным Классом Раз Вы должны Как-то Выразить Пусть вам будет Подсказка уже Паттерны Там есть Реализация этого Да Почитаете Там по-разному Вы думаете Как вам лучше Не Еще раз говорю Не тупо не сдирайте Это глупо будет Ничего не будете понимать Клиентскую часть И нарисовать То есть Ну задание обширное Согласен Ну а теперь С Артем Ну Артем вам Все понятно Да я надеюсь Теперь давайте Подведем итог То о чем я говорил Так долго На самом деле Мы говорили о том Как правильно изучать Программирование На примере Артема Человек Недолго Занимается Языком Читал Разные источники Ну наверное Как и мы все в начале И Я не зря Артем В том числе В первую очередь Для вас Проговорил всю эту информацию Чтобы вы переосмыслили Да Что у вас как раз таки Сейчас создался Это Кулак Изучения Да Вы Я писал еще В сообщениях В группе Вам что Вы нажимаете На Методы На функции То есть чтобы они считывались Дальше У вас потихонечку Пошла абстракция Не надо сейчас Приплетать мета класс Сейчас надо разобраться В трех вещах Четко интерфейс Абстрактный класс Обычный класс Дальше у вас придет Начнет пониматься опыт С патерном Да Которые есть уже разработаны Просто человек Эти все патерны собрал Да На русском языке Здесь все есть кроме Ем Ем Но по сути дела Много здесь Для вас Тератор Так Что там Что вам точно надо будет Со временем Адаптер Мост Вот эти вещи Декоратор Вам они пригодятся Сейчас не надо Ничего усложнять Сейчас делать все просто Ну и заканчиваем Ребята Если вы внимательно Слушали это видео То в принципе Я рассказал Как быть Вот здесь сразу Да Если по диаграмме То есть писать на любом языке И сразу занять позицию Высоко Уровень знаний высоко А потом просто подтягивать Именно Методом Который я вывел Практически За много лет Это функции Абстракция И потом типы данных К типам данных Там добавим уже If, else Try, except Это уже мелочь Понимаете на самом деле Логически И тогда все сложится Действительно Человек работает тогда Целостно Вот это видно Да Говоришь Вроде смотрит Человек недавно Начал изучать А уже пишет Хорошую такую логику Она будет становиться И здесь не надо Цепляться Сейчас на первом этапе Что он где-то что-то Там Может было по-другому сделать Он сам до этого допрет Со временем Когда нарисует Когда посмотрит Но вопрос В другом У него сейчас в голове Есть все инструменты Для того чтобы Развивался Как программист Первое Он четко понимает Для себя что надо Хорошо Работать с функциями Потому что Он уже здесь Столкнулся что Он начинает Параметрами думать И он это понял Работает с функцией Второе Он Начал работать с абстракцией Но Каким путем Сначала разобрался Что такое абстрактный класс Интерфейс Отличие Да То есть Начал работать с абстракцией Это дает возможность Объединять Кластеры Минимум кода Описывать Абсолютно любые Большие Большие Малые объекты Он вам сейчас Может со временем И сборку автомобиля Описать И парк Допустим Городской скамейки Там описать И четко будет Понятно что это все Относится к одному Коду И не будет плодить Куча Беспалого кода И третий момент Я четко понимаю Что Ему сейчас Нужны Конкретные операции То есть Наконец то он созрел К типам данных Я надеюсь что Прошел Начал проходить То есть Разбираться С последовательностью И в других языках Там Kotlin GC Java Есть массивы Они вам понравятся Ну вы можете вообще Залезть уже сейчас Установить библиотеку NumPy И поработать с массивами Иными словами Коробку с апельсинами Видели Где там Деление Вот это вам массив То есть Каждый апельсинчик Лежит в отделении Мы знаем Это в отделении адрес Допустим там То есть его конкретное место Поэтому Массивы вам понравятся Очень сильно В других языках Но знаете что В Python В своей даже программе Вы можете использовать Так же Массивы Подключил библиотеку NumPy Я был бы очень рад Если вы что-то посчитали Именно массивами То есть При помощи массива Сложного там ничего нету В NumPy Там очень мощная библиотека Наверное Если вас в дальнейшем Интересует Хоть немножко Искусственный интеллект То в принципе Весь искусственный интеллект Работает на массивах NumPy Потому что они работают быстро На реализованной На Си Все Ну ребят Для тех кто Кому сложно разобраться Хочется более целостной информации То Приходите в школу И пользуйтесь Путевотителем Ну конечно Вы поняли Мой метод обучения То есть У меня нет такого Что вот пройдешь И ты будешь там Все зависит от вас Я для вас говорю Ребята Вот есть Урок Бурсуновский допустим Написал урок Для меня это Законченная работа Да А для вас только начало Дальше если вы Четко пройдете Систему работы с кодом Начнете работать То есть По 400-500 строк кода Писать А здесь первое Первые несколько уроков Можно посмотреть То Все получится Тогда у вас код будет Складываться в единую картину И оказывается не важно Что есть в языке И для вас станет важно Что Что вы хотите написать И уже вы будете С языка Подбирать То что нужно Для реализации В первую очередь Нужна система Вот моя школа Решает вопрос Системного подхода К реальному Программированию Когда человек пишет Приятно смотреть Да Это начало Но уже Уже приятно Хотя Тонкости какие-то есть Да Которые надо доработать Которые надо разобраться Но тем не менее Артем Будем говорить Так Молодец Продолжайте И будет Лучше и лучше Ну что ж Ждем Следующего Домашнего задания Я надеюсь Что вы Все-таки эту программу Потом куда-нибудь загоните Либо в мобильное Либо в веб приложение Чтобы это был Какой-то вот интересный момент Да Чтобы она как-то управлялась Но пока надо Хотя бы клиентский код Как я говорил Все выполняйте домашнее задание Не надо торопиться Ребята Я работаю в группе Ну Индивидуально я не работаю Но то кто работает в группе С теми ребятами я работаю Почему? Потому что это помогает Всем участникам школы У кого-то мало времени Кто-то стесняется Но когда Даешь так видео И они видят записи в группе Тогда Люди могут проделать Да И по коду всегда видны Какие-то Маленькие недостатки Да Ну Здесь Можно что хочешь говорить Да Но здесь вопрос в том Что человек я вижу По крайней мере Он разобрался Да он реализовал по-своему Но я вижу Что у него есть понятие Интерфейса Да Единственное что Я вижу что Он немножко путает интерфейс И абстрактный класс Все таки Не то что путает Он еще у него нету Вот этих Четких рамок Чтобы потолхаться локтями Да Ты абстрактный класс Давай-ка иди в сторону Я интерфейс Я буду тут стоять А ты там стой Пока у него вот вроде как Есть Это нормально Это все уйдет Это все уйдет И заинет Я очень рад Что вы начали оперировать Угу 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 Ну Мы можем Не так много на самом деле Если брать эти методы С двумя нижними подчеркиваниями С подчеркиваниями То мы можем Сейчас Посмотреть Ну давайте посмотрим То есть Не так много Нью Мы затрагивали Дальше А Это же абстрактный класс Нам надо конкретный класс лучше всего А давайте-ка посмотрим Маркет Угу Все правильно Угу Угу Потихонечку-потихонечку Все разберетесь Вот ваш гитай там уже в кармане Да Лен тоже поддерживает Никуда он тот класс не поддерживает Это будет поддерживать Да Ну ладно Не будем дурить голову сейчас Все по ходу Все спасибо Спасибо Угу